Это день, 21 июня, день памяти святителя Феодора и епископа ростовского Исуздальского. Высь, первый епископ Ростова, Феодор и крести ростовскую землю Исуздальскую. Это первое летописное свидетельство об одном из главных миссионеров русской земли в XI веке, будущем святом, епископе ростовском Исуздальском Феодоре. Как и многие другие пастыри того времени, родом он был из Греции. А начинал свое епископское служение еще в конце X века, когда северо-восток Руси был настоящим рассадником язычества. Сохранилось немало свидетельств того, как святой претерпевал от местных волхвов, но и сам развил активную и бесстрашную деятельность. Начал, возлагая на Бога упование, сеять и семя Слова Божия, идольские капища разрушая, храмы же святые во славу Божию созидая и украшая. Первый епископ ростовский Исуздальский начал этот долгий путь крещения обширного сурового края. Еще десятки лет в северо-восточной Руси жило немало язычников, относившихся к церкви весьма недоверчиво и даже враждебно. В этот день, 21 июня, родились Велигерин Кюхельбекер, поэт-декабрист, лицейский друг Александра Пушкина. Солнце русской поэзии был невероятно вспыльчив и даже дрочлив. Известно всего о 25 дуэлях Пушкина. Как-то еще в юности он стрелялся с одним своим одноклассником, над кем всегда подтрунивал, особенно над его неловкостью. И вот, когда одноклассник уже целился, Пушкин крикнул своему секунданту Антону Дельвигу, «Становитесь на мое место, здесь безопаснее». Дуэлянт рассердился, рука его дрогнула, и он попал в фуражку на голове Дельвига. Это было так нелепо, что стороны тут же примирились. А тем самым неловким дуэлянтом был Велигельм Кюхельбекер, он же Кюхля. Кюхельбекер мог бы стать невероятно важной фигурой в русской истории. Знакомство с высшим обществом и таланты ему позволяли. Друг Пушкина и друг Горчакова, канцлера России, он поступил на службу в коллегию иностранных дел, где сделал карьеру довольно успешно, писал стихи. Но обостренное чувство справедливости привело Кюхельбекера в тайное общество декабристов. Уже когда его арестовали, на вопрос о своих мотивах ответил. Взирая на блистательные качества, которыми Бог одарил русский народ, единственный на свете по славе и могуществу, по сильному и мощному языку, я скорбил душой, что все это задавлено, вянет и, быть может, скоро падет, не принесший никакого плода в мире. Увы, это было начало конца. Пушкинского друга сослали в Сибирь, где слабое здоровье его не выдержало суровых условий. Кюхельбекер ослеп, а в 1845 году умер в Тобольске от чахотки. Также 21 июня родились Юрий Кондратюк, один из основоположников космонавтики, Александр Твардовский, советский поэт и общественный деятель. В этот день, 21 июня 1788 года, с провокацией у деревни Куумала, началась русско-шведская война. 21 июня 1901 года состоялась закладка Суворовского мемориального музея в Санкт-Петербурге. 21 июня 1901 года старого стиля из Кронштадта на поиски земли Санникова вышла экспедиция под руководством Эдуарда Толля. Загадочная земля Санникова, о которой ходили слухи в среде полярников, манила к себе несколько поколений исследователей. Еще в 1810 году с берега острова Котельный некто Санников рассмотрел полоску земли. Позже об этом был составлен отчет. Берег в том месте, до коего Санников доходил, оборачивается на восток, а на северо-западе, в примерном расстоянии 70 верст, видны высокие каменные горы. Уже в 20 веке в СССР сверхпопулярным стал роман «Земля Санникова» геолога Обручева. Самой организованной попыткой найти землю призрак стала экспедиция Эдуарда Толя на яхте «Заря». В ее экипаже был даже лейтенант и ученый Александр Колчак, будущий верховный правитель России. Увы, дело закончилось печально. Сам барон Толь отправился на последний свой штурм земли Санникова на собачьих упряжках. Но он сошел с борта яхты, и больше его никто не видел. В декабре 1902 года было принято решение уводить «Зарю» на юг. Колчак повторно страдает экспедицию, теперь для спасения Толя, но безрезультатно. 21 июня 1910 года состоялось подписание специального русско-японского соглашения. Согласно ему, страны разграничивали сферы влияния в Китае. 21 июня 1915 года считается днем рождения главной картины художника Малевича «Черный квадрат». Это одна из самых обсуждаемых работ 20 века. 21 июня 1941 года немецкие войска, расставленные по восточной границе, получили условный сигнал «Дортмунд». Он означал начало наступления на Советский Союз. 21 июня 1944 года началась Северско-Петрозаводская военная операция Карельского фронта. Таким был этот день 21 июня.